Девушки отдыхают 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 Много наших, конечно, вчера полегло Я могу сказать, есть какие-то положительные нюансы Борис Никифорович, допустим, довольно органично сыграл Поросёнка Мне понравилось, он жил-то в роль Да, я не ожидал, он как-то отнёсся по-другому Так, извините, Колизей... Здорово сыграл, мне понравилось Колизей Петрович, а Поросёнка-то в пьесе и не было Не было Поросёнков Кого же он играл тогда? Никого, ему просто было плохо Хорошо, теперь кот в сапогах, это отдельный разговор За этого артиста, за панибрата Валяхина я не несу ответственности Потому что его ж вы знаете, он из самодеятельности, его ж нам прислали Ему пошили прекрасный костюм, великолепные лапы, усы, уши, прекрасный роскошный хвост Метровый Вы мне расскажите, почему он надел костюм задом наперёд? Самодеятельно, что ли, нет Зато женщины были в восторге Да, особенно после того, как он стал вилять хвостом, это прекрасно Восемь женщин упало в обморок, вы чуть не сорвали спектакль Так зато какой успех, что изборок жужжит, пожужживает на эту тему Расскажите мне, почему доктор Иболит вынес ящик пива, начал угощать артиста? Это что такое? Это бардак во время спектакля Лечил, его задача лечить Зрителям зачем давал? Зрители тоже просили лекарства, все в равных условиях Я понимаю, что у нас Новый год, но зачем от тела стал бушить колобка? К чему это? Что такое? Ну, во-первых, рядом никого поблизости вообще не было А душить кого-то было надо А колобка души не души, шеи нет, там, понимаешь, что не делай По-любому массаж лица получил Ну и в-третьих, артисты не поделили царевну Несмеяну между нами Кстати, по поводу Несмеяна, она же Несмеяна Че она ржала, как сумасшедшая век спектакля? Ну, ее мальчик с пальчик щекотал Так сказать Теперь самый важный вопрос по поводу лошади Ильи Муромца Кто играл переднюю и заднюю часть лошади? Да, переднюю часть играл Забульбахин Мылов, Игорь Сергеевич А вторую Валера Стажер Хорошо, вот по поводу передней и задней части лошади Почему они вышли из разных кулисов? Вы это тоже заметили? Представьте себе Ну, дело в том, что это моя режиссерская трактовка классической ситуации Две половинки не могут в жизни найти друг друга Они так и не нашли между прочим друг друга Из задней части лошади развивался разговор по мобильному телефону Передняя часть шаталась по сцене, орала что-то Пыталась пить на брудершафт с людьми И задняя часть лошади греки Говорите лучше, здесь плохо ловят Это что за бардак такой? Просто такая порода лошади Лошарик-трансформер Веселая сказочка у вас получается, Карп, Карпович Ну, Колесей Петрович Ну, я-то че? Я за эти вакханали ответственности не несу Хотя и сам лично в них участвую Ладно, есть и положительные моменты Должен он сообщить после вчерашнего спектакля Билеты на все последующие утренники нашей сказки Распроданы на год вперед А я говорил, что мои пьесы имеют успех, понимаете? Поэтому мобилизуйте артистов, соберитесь Сегодняшний спектакль сыграть в точности, в точности, как вчера Пожалуйста, я лично прошу Соберите артистов, поговорите с ними и сделайте, один в один, как вчера Да легко, артисты с утра готовы Кстати, скажите Айболиту, когда вынесли пиво, пусть бутылочку мне принесут А лучше две А лучше четыре, я буду с вами Отлично, договорим Спасибо, спасибо